Всем привет! Мы продолжаем смотреть «Жемчужинный шахмат» и в этот раз мы посмотрим партию «Алёхин Тартакоя», которая игралась в 1927 году в городе Кички-Мед. Но, если кто не знает, этот город Кички-Мед находится в Венгрии. Это для общего развития. И давайте посмотрим, что произошло в этой партии. Мы смотрим за Белых, за Алёхина. Значит, что-то интересное будет в боевом исполнении. И давайте начнём. Он сыграл Е4, С6, Д4, Д5. Ну, защита каракан, КНЦ3. Вообще стандартно всё. ДЕ, КНЦ4, а вот тут уже немножко нестандартно. Чаще всего встречается, да, слон Ф5. Ну, там КНЖ3 и так далее, и так далее. Но нет, в этот раз КНФ6. Избрали чёрные. Ну, эта партия играла в 1927 году, ну, почти, почти, 100 лет назад, а именно, в 1989. Там своя теория была. Ну, КНФ6, так КНФ6. И, что важно, Алёхин, конечно, не поменял фигуры, а ушёл КНЖ3. Но, что интересно и важно, если бы белые взяли на Ф6, то какой пешкой брать? Интересный вопрос, важный на самом деле. Конечно, не пешкой Е. Потому что просто, что получается? Давайте, как по щёлчку пальцев сделали, вот так, и, чтоб все фигуры исчезли с доски. Ну-ка. Во! Работает! Не, это шутка. А если серьёзно, то мы видим, что у белых на ферзевом фланге 4 пешки, у чёных 3. У белых пешечный перевес. А на королёвском фланге 3 на 4, но сдвоенные по линии перевес. И реализовать такую сдвоенную невероятно сложно. Практически невозможно, если против вас играет грамотный соперник. А вот 3 на 4, вот лишнюю пешку на ферзевом ещё как может сказаться. Вот в этом иншпиле. То есть, что выходит? Вот. Игра белых довольно-таки проста. Ну, относительно. Относительно проста. Им надо просто всё громотно менять, не делать себе слабостей. И в идеале вот такой пешечник примерный получить и его выкатывать. А вот если на f6 чёрные побьют gf, так и правильно. По правилам шахмат бить надо к центру. Если нет прямого опровержения к этому, то надо бить пешкой к центру. И игра обостряется, потому что линия g, которая в распоряжении чёрных, она может сказаться. Ну, например, если вообще белые в короткую ракировку уйдут, то им там может быть не сладко. Ну, это так. Да, пешка h7 вот эта. Слабость. Это да. Но, да не надо ещё добраться. Аграя. Своя контрыграя есть у чёрных. Ну, это так. Общее рассуждение. А лёгкий, конечно, не побил. Но f6 он не меняет просто так фигуры. Фигуры а играет конь g3. И вот я смотрел эту партию. Чёрные сделали ошибку. Ну, как. Слишком предприимчиво сыграли. Но мне понравилась сама идея. Это любопытно. Они сыграли е5. Другое дело, вот, они играли в шахматы, а не шашки. То есть, брать не обязательно. Вот в чём дело. А сама задумка интересная. Дело в том, что чёрные хотят, чтобы белые побили де. И в чём задумка? Ферзь бьёт д1, король бьёт д1. Но это не очень страшно. Размин ферзей, потеря кёрфки. Нет, но чёрные хотят сыграть конь g4. Нападение на f2. Эта вилка будет на короля, на ладью. И заодно нападение на пешку е5. То есть, чёрные с комфортом отрыгивают пешку. Разминяли ферзей. Полный порядок у них. Вот, чисто в этом идея шикарная. Другое дело, что белые, конечно, не обязаны так делать и идти на это. И Алёхин сыграл конь f3. Ед. Теперь понятно, что не ферзь бьёт d4, а конь. Ферзей не меняем. Слон c5. Нападение на коня. И всё-таки вот сказывается вот эта предприимчивость. И такая игра чёрных. Они вскрыли центр, а король у них по-прежнему на е8. И это подчёркивается ходом ферзь е2 шаг, который сделал Алёхин. Теперь приходится возвращаться слон е7. Ну, не охота, да, играть слон c5, слон е7, а приходится. Так как после ферзи е7. Ферзь бьёт е7. Ну, теперь можно взять слонов. Ферзи изменялись. Темпы не важны и так далее, и так далее. Ну, а конь f5. Нападение на слона. Попытка получить преимущество двух слонов. И нападение на пешку е7. Который под боем. Что делать? Слона чернопольного, допустим, если жалко, то надо играть слон f8. Но это вообще уже не смотрится. Слон c5, слон е7, слон f8. Явно черные делают чё-то не так. Ой-ой-ой. Слон f8. И слон f4. Конь теперь лезет на d6. То есть, по-любому, белые преимущества двух слонов, как минимум, они точно получат. И вообще, игра у них комфортная в этой позиции. Но, на ферзи е2, потому черные сразу сыграли слон е7. Обратно. Ну, видно, чё-то не то они делают. А Лёхин сыграл слон е3. Ну, вполне, по-моему, очевидно. И тут гением быть вообще не надо, чтобы понять, что белые хотят в длинную кировку уйти. Они всё для этого подготовили. И так-так, ковер мешает этому. Ну, как может. Это вполне резонный код, чтобы белые не ушли в длинную кировку. Он играет c5. Конь должен отходить. И поле d1 будет бито черным ферзём. А через битое поле, как известно, кировку делать нельзя. Такая задумка. Ну, коням надо уходить. Конь f5. Так ушли белые. Опять вот этот конь встал на f5. Неприятно. Но, можно сделать кировку. Защитить пешку g7. Слона на е7, конечно, тоже, может быть, было бы вырубить неплохо. Но, хочется большего. И потому. Ферзь c4. Вот такой вот ход. Темповой. С нападением на пешку c5 с идеей. Сыграет слон d3. Но ферзь ему просто мешал выходить. Да? Мы видим. Слон на f1 сейчас дурак. Ферзь c4. Пешка c5 под бой. Слон выходит на d3. Вполне резонно. И что-то с пешкой c5 надо делать. И черный, вот так, по мне, сделали не то, что надо было. По мне, так, стоило сразу сыграть b6. Просто так защитить ее. И не связываться. А тартакуер решил предварительно сыграть ладья е8. Вот так, косвенно ее защитить. Ну, понятно, что мы на c5 брать не можем. У нас король на е1. Это, понятно, такая косвенная защита. Другое дело, что пункт f7 ослабевает. И скоро это скажется. И в итоге будет понятно, почему ладья е8 не очень удачный, так, по мне. Слон d3. Вот теперь b6. Черные сыграли. Хотя мы, по-моему, могли это сделать раньше. Длинная укировка. Вот. То, что белые хотели, они и сделали. И черные, как бы, тоже сделали то, что хотели. Ведь идея b6 не только ц5 защитить пешку, но и разменять белопольных слонов ходом слона h6. Выглядит вполне резонно. Если бы не такая вещь, как... Как Алехин, который хорошо видит комбинации. И конкретно... Ну, не видит, а видел. Раньше. Дело в том, что вот тут находится комбинационный фейерверк, который опровергает всю эту игру в черных. То есть, по идее, и по факту слон h6, это уже все ошибка, так как белые выиграют. А как можете поискать? Там нажать на паузу и так далее. А я продолжу. Конечно, белые сыграли коня 6 шах. Коня 6 шах, нападение на короля, лошадь шах. И на пункт f7, про который я говорил. Он теперь незащищенный. И, как бы, черных не спрашивают. Они обязаны брать. Потому что король f8, ферзь f7, мат. Король h8, конь f7 шах. Король g8, конь отпрыгивает. И там что-то страшное с черными происходит. Можете сами даже посмотреть, чего. Надо брать! Теперь настораживает, да? Вот это противостояние белой ладьи и ферзя. Поэтому продолжаем жертвовать. Это слон h7 шах. Вот так две фигуры подряд белые отдали. Ну, для того это все и делалось. Противостояние его тут настораживает, да? Другое дело, что белым мешают две фигуры вот этих. И потому Олегкин их просто по очереди скинул. И надо теперь думать, как играть черным. Если они сыграли бы самым, наверное, слабым образом. Это король h7, то, понятно, ферзь f7. Потом забрали на d8 и легко выиграли. В партии черные сыграли конь бьет h7. Но, конечно, стоит еще посмотреть, что было бы на король h8, да? Ну, понятное дело, что надо снова брать на f7. Уходить в подбой и забирать пешку. Ферзь d8 под боем. Допустим. Допустим просто. Один взглядов конь d7. Теперь конь f5 грозит мат на g7. Слон f8. Конь h4 грозит мат. Конь g6. Конь ему такой неприятный. Потому слон g7. С идеей на конь g6 забрать слона h7. После такое перекрытие слон h7 теперь без защиты. Но такой ход, как слон f5. Просто выводим слона из-под боя. Усиливаем давление на связку коня d7. И где-то там снова лезем. Конем на g6. Короче, все очень плохо. У черных в этой позиции. Потому на слон бьет h7. Черные сбрали как меньший изол. Конь бьет h7. Ну, теперь понятно, что не ладья бьет d8. У нас тоже ферзь под боем у белых. А надо ферзь g4 шаг. Своего вводим с темпом. Король h8. Теперь ладья бьет d8. Ладья бьет d8. И как часто Алёхин пишет в своих книгах. Ну вот, че я все говорю. Не пишет, а писал. Когда был жив. Вот тут появляется. В чем гвоздь комбинации. В чем задумка. Конь f6. Это был 14-й ход. И сейчас только на 18-м. Спасианетских ходов. Становится понятна идея этой комбинации. Сейчас ведь конкретно за ферзя у чёных ладья, слон и конь. Короче, очень хороший квириалент. Если бы не одна такая мелочь, как вот ферзь бьет. То есть не бьет, а ферзь e4. С нападением на ладью. Ей уходить некуда. И единственная защита, чтобы не остаться без этой ладьи. Это сыграть конь f6. И отдать чистую фигуру. Легкую. А ладью увести. Только так. Просто так взять и отдать коня. Потому что не отдавать же коня. Ой, ладью a8. Другое дело, что вот тут. Черные. Ведь могли быть не ладьей. А слоном надо 8, да? Но это ничего не меняет. Да, ладья теперь держат поле e4. Да, вот это с e8. Ферзь e4 у белых хода нет. Но находится такой же сильный ход, как ферзь f3. Ничего не меняется. Ладья a8 под боем. Слово надо отдавать конь c6. Это понятно. Ну, был ладья d8. Как я сказал. Ферзь e4. Надо коня отдавать. Так Тартаковер и сыграл. Ферзь бьет c6. Слон. a6. Защита пешки a6. Ну, конь f5. И дальше, как говорят, и далее последовало. Потому что тут огромное преимущество у белых. Пункт a6 трещит. Слон c4. Протоковер судьбил. Переводит слона на более активную позицию. Белопольного взяли. Слон d5. Ферзь e7. Ладья c8. Ферзь f4. Ладья c6. Последовало. Ну, поменяли чернополов. И теперь концовка партии. Это ферзь e5. Шах. Нападение на слона d5. Другого, как ферзь. Ой, как конь g5. Ой, конь f6. То есть, что я. Конь f6. У черных нет. Ну, не поздно. Надо защищаться от шаха. И защищать слона. d5. Но последний ход в партии, после которого черные сдались, это ход конь d6. Это после перекрытия. Ладья теперь перестанет защищать коня f6. Конь f6 под бой. Он также защищает и слона d5. Так у черных все перегружено в центре. И не работает ход, который первым приходит в голову за черных. Ну, кроме ладья бьет d6. Это король g7, да? Защитить коня. Но, это, конечно, не работает после f6 g5 шаг. Король уходит, мы забираем коня. То есть, еще выиграли материал, и вообще говорить не о чем. Вот потому черные после кони d6 сдались. Потому что, ну, все очень плохо. Ну, вот на этом и все. Если вам понравилось видео, вы даже можете поставить лайк, подписаться на канал и так далее. А с вами был Дмитрий Анисимов. Всем пока.